Всем привет! Сегодня познакомимся с очередной полезной командой, полезной терминальной командой. Ну а так как это у нас Linux, в данном случае Ubuntu, то нужно иметь представление о многих терминальных командах. Если вы пишете какие-нибудь скрипты, баш-скрипты, а в программировании это довольно часто бывает, нужно что-то собрать, распаковать, найти, заменить и т.д. и т.п. Короче, команда Find. Команда Find это утилита поиска файлов по имени и другим свойствам, используемая в Unix подобных операционных системах. То есть это не только, к примеру, Linux, Ubuntu, это может быть даже Mac. Может производить поиск в одном или нескольких каталогах с использованием критериев, заданных пользователем. Ну, кстати, и не только Mac, это может быть также Windows, если вы установите окружение Cygwin, и там, по идее, Find должна быть. Ну, точно не знаю. Более того, Find позволяет применять пользователю определенные действия ко всем найденным файлам. Даже поддерживаются регулярные выражения. То есть довольно-таки мощная утилита. Вот. Ну, а пока-пока-пока перед этим, короче, посмотрим на интересную утилитку, точнее программку. Вот есть команда ls, а есть sl. Что такое sl? А давайте посмотрим. sudo apt get install sl. Это программка для тех, кто неправильно вводит команду ls. Давайте, sl. Что мы видим? Проезжает поезд. sl это означает Steam Locomotive. То есть команда была создана для тех, кто неправильно вводит команду ls. Ну, это так. Итак, давайте теперь команду find. Ну, давайте поищем что-нибудь. Текстовый вариант вот этого всего у меня есть на платной подписке в патреоне. Подписка к текстовым сообщениям. Публикациям стоит 1 доллар. Ну, или же в интернетах вы найдете кучу примеров. А сейчас давайте, к примеру, так, давайте я очищу экран и что-нибудь поищем. Давайте поищем find. Точечку напишем. Name. Что это означает? Это означает, мы ищем все файлы, начиная с текущего каталога, название которых начинается, к примеру, на V. И пишем звездочку. Или давайте V звездочка. Вот так вот. И что мы видим? Вот, начиная с текущего каталога, были найдены все файлики, которые начинаются с V. И точечка. Если же вместо точечки слэш обратный, да, то будет поиск происходить по всей файловой системе. Вот. Дальше. Давайте попробуем небольшую регулярку. Можно, к примеру, вот. Name. Найдем все файлы, в имени которого есть хотя бы одна большая буковка. Вот, вот так вот давайте. И что мы видим? И мы видим, были найдены все файлы, в именах которых встречается хотя бы одна буква в верхнем регистре. Это у нас вот. Find.name и вот такая вот регулярка. То есть регулярки здесь поддерживаются. Идем дальше. Давайте найдем, к примеру, все подкаталоги в каком-то каталоге. Для этого нам надо сделать вот так вот. Find. Дальше написать. Ну, давайте, к примеру, Games. Вот. В этом каталоге хочу найти, укажем Type. И укажем, что надо все подкаталоги. Да. Не понял. А. Вот так вот. Теперь смотрите. В каталоге cpp.com, 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 cpp.com. Ну, со всего файловой системы. Так. Давайте чистим. Смотрите. А вот это интересная команда. Ну, все та же Find, но с такими параметрами, с такими аргументами. Найдет все пустые файлы. То есть размер которых равен нулю. То есть Find, точечка, ищем в текущем. Ну, начиная с текущего. Вот. И указываем, что надо искать файлы. И все файлы, которые пусты. То есть размер которых равен нулю. Ну, и вот у меня вот такие вот файлы. Есть. Дальше. Ну, эта команда выводит на экран список всех каталогов. То есть мы указываем D. Директор. Да. Это не файл, не F, а директор. То есть выводит список всех директорий. Ну, конечно же, вы понимаете, что вместо точечки можно указать конкретный путь. А это у нас ищет, находит все файлы с доступом, с режимом доступа 7.5.5. То есть я думаю, вы знаете, что есть режимы доступа к файлам. И иногда нам нужно выполнить какой-то бинарник, а доступ у него только, то есть режим открытия файла только для чтения, к примеру, или для записи, но не для выполнения. Соответственно, нам приходится менять эти режимы доступа. Ну, вот, можно найти, к примеру, все файлы вот с режимом доступа 7.5.5. То есть давайте вкратце, да, елки-палки, clear, clear. Об этом доступе. Что такое 7.5.5? Обычно доступ к файлам определяется какими-то режимами доступа, правами доступа. Соответственно, вот мы обычно видим три цифры. Первая цифра в восьмеричной, то есть здесь все в восьмеричной системе, то есть есть три режима, ну, грубо говоря. То есть первая циферка означает доступ пользователя, вторая циферка означает доступ группы, и третья циферка означает доступ для всех остальных. Ну, потому что, к примеру, вы можете перейти в директорию другого пользователя, вот, и, соответственно, вы как бы являетесь в этом случае совсем другим, да, то есть и для вас другого выставляется какой-то режим доступа к файлу. Либо же вы можете быть, админ может назначить вас в какую-то группу, и, соответственно, вот для группы доступ. Либо же вы можете быть владельцем, и вот для владельца доступ. Так вот, от нуля до семи, и, соответственно, ну, это восьмеричная система, и, соответственно, к примеру, циферка семь означает чтение, запись и выполнение файла. Циферка пять означает чтение и выполнение, ну, и циферка пять означает чтение и выполнение. То есть, чтобы разрешить всем делать все, что захочу, надо у нас вот так вот, семь, семь, семь. Соответственно, вот мы нашли те файлы, у которых режим доступа, ну, разрешен всем и для всего. А это, например, ищет все файлы, не директории, а все файлы, в именах которых, имена которых начинаются на виде, ну, и дальше, что угодно, в двух директориях. То есть, вот я указал одну директорию и вторую. Давайте попробуем. И вот, были найдены все файлики в директории Games, ну, а в Downloads нету-нету файлика, имя которого начинается на виде. А вот это у нас уже регулярка, и эта регулярка находит все графические файлы, начиная с текущего каталога. Ну, в данном случае вы видите, какие графические файлы, да, то есть, BMP-шек здесь нет. То есть, здесь JPG, JPG, GIF, PNG. Ну, конечно же, вы можете это расширить. То есть, вот уже непосредственно регулярка. Ну, и давайте нажмем Enter. Ну, как я вижу, здесь картиночек довольно-таки много. Довольно-таки много. Можно просто попробовать найти все GIF-ки. Вот-вот так вот. И вот я нашел все GIF-ки. То есть, все GIF-ки ищутся вот так вот, а все картиночки из трех форматов, четырех форматов вот так вот. А вот еще один интересный пример. К примеру, у нас есть файлы. Вот, 1, 2, 3, 4, 5. Это просто файлы, пустые файлы. Но, возможно, вам захочется пробежаться и для всех изменить права доступа. Это можно сделать следующим образом. Можно написать вот что-то типа такое. То есть, применять для всех файлов. Здесь это будет не рекурсивно. Но будут найдены все файлы в текущем директории. Дальше весь этот список будет передан вот такой вот команде. А эта команда изменит права доступа на все для всех. На 7, 7, 7, 7. Ну, 0 это указывается, что в восьмеричной системе. Давайте нажмем Enter и выполним команду LS. LS нам показывает, как вы видите, уже зелененьким отсвечивает. Либо же, если мы перейдем вот сюда, то мы видим, вот те, кто работал уже с Midnight Commander, тот знает, что звездочка, это означает, что режим доступа к файлу на выполнении. Также есть не только чтение и запись, но и выполнение. Как мы видим, здесь чтение, запись, выполнение, чтение, запись, выполнение, чтение, запись, выполнение. Вот так. Давайте еще раз. Точно так же можно это делать для директории и даже можно делать рекурсивно. Ну, я думаю, вы найдете в интернетах эти примеры сами. А вот это нам найдет все файлы, которые были изменены в течение последней минуты. Ну, давайте посмотрим. Итак, последней минуту были изменены следующие файлы. Вот это вот как раз то, что сейчас пишется в видео, стримится. Ну, еще два каких-то файла. Вот лог какой-то, еще лог какой-то. Давайте посмотрим за 10 минут. Сколько файлов и какие были изменены за 10 минут. Вот мои тесты и там еще какие-нибудь временные файлы были изменены. Ну, а вот это у нас найти, вывести список файлов во всей файловой системе. Ну, во всей файловой системе это будет вот так вот. Давайте в текущей, да, с текущей директории. Так вот, это выводит список файлов, которые были изменены более 30 дней назад. Ну, таких файлов, конечно же, много. А вот это, это у нас команда, которая найдет все файлы, которые не обновлялись в течение последних пяти дней. И вот список файлов, которые в течение пяти последних дней не обновлялись. А вот эта команда, ну, все та же файл, но с такими аргументами, найдет все файлы, размер которых больше, чем 500 мегабайт. И что мы видим? И вот мы видим все файлы. Кстати, надо будет какие-то почистить. Да, тоже полезная команда. А вот эта команда, вот эти аргументы, найдут все файлы, размер которых равен ровно 100 байтам. И, как вы видите, у меня немало таких файлов. А давайте размер которых равен ровно 1000 байтам. Ух ты, а ровно 10 тысячам байтам. Смотрите-ка, 10 тысяч байтам. Ну, давайте проверим. Действительно ли это так? Так, давайте, вон у нас есть dev. Вот у нас, к примеру, dev.cuda.simple.print.make.file. Вот я сюда перешел, и что мы видим? Реально ровно 10 тысяч байт. Ну, думаю, на этом все. Как бы команда find еще позволяет много-много всего. Позволяет указывать глубину поиска, чтобы рекурсивно не заходить не во все директории и поддиректории, а, к примеру, только на глубину 2-3. Дальше позволяет находить файлы и применять к ним какую-то команду. Ну, в данном случае мы применяли изменение прав доступа. Но можно, к примеру, найти какие-то файлы и запустить для них текстовый редактор, либо какой-то скрипт, либо еще что-то. Также можно рекурсивно найти какие-то файлы и, конечно же, их рекурсивно удалить и, более того, еще и указать глубину. То есть, утилита find дополняется тем, ну, очень хорошо, что поддерживает регулярные выражения. Ну, а Unix терминал дополняется тем, что в одной строчке можно сразу несколько команд. То есть, команду выполнили, есть результат через прямую палочку, да, вот этот, ну, shift, slash мы нажимаем. Вот, перенаправить этот вывод другой команде и т.д. и т.п. Короче, команда find очень полезная, особенно при написании баш-скриптов и при использовании регулярных выражений. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.